Все-таки вот вы знаете, ура патриоты, это вот люди, которые до добра страну нашу не доведут. Читаю сейчас вот такой вот один ура патриотический канал, буквально цитирую. На похоронах экстремисты, террористов Навального-либерахи кричат экстремистский лозунг по автозакам. То есть речь идет о похоронах Алексея Анатольевича Навального. Тут, надо сказать, признана агентом, экстремистом, террористом. Но я попрошу режиссера повесить вот эту вот планку внизу, пусть она висит на протяжении всего выпуска. Потому что очень много сегодня будем говорить об Алексею Анатольевичу. Вот сегодня, 1 марта, состоялись похороны. Пришло огромное количество людей, сейчас поговорим об этом подробнее. Реальная журналистика, печальный повод нас собрал сегодня. Поехали! Вообще, на самом деле, удивительно, какое огромное количество людей собрались 1 марта в Марьино. Огромное количество, причем, как оказалось, ехали, приехали туда не только москвичи. Ехали люди из других городов, из других регионов. Через полстраны даже кто-то летел. Вот мой земляк, бывший глава Екатеринбурга, бывший депутат Государственной Думы, 3-го созыва, Евгений Вадимович Ройзман, тоже признанный на агентом. Вот он вылетел из Екатеринбурга, дабы попрощаться с Алексеем Анатольевичем. Ну, с которым они были знакомы, с которым они вместе занимались политикой в какой-то момент своей политической деятельности. А ты и люди, пожалуйста, создаем затор. Это не затор. Затор. Какой затор? Затор. Сантехника. А нам сообщение сказали. Давайте, давайте. Какая может быть затор. Вот такая, нельзя здесь проходить. Проверишь капитан. Пока еще есть капитан. Приехали и экс-кандидаты, или, скажем не так, экс-кандидаты в президенты, вот в текущей избирательной кампании. Екатерина Дунцова, она была у меня в эфире. И Борис Надеждин, про которого, кстати, не так давно Коля Бондаренко переобувшийся, я так подозреваю, уже Коля Бондаренко рассказывал. Причем с таким веселым смехом, с такой веселой улыбочкой, что после того, как Надеждин отказали в регистрации, после того, как Надеждин проиграл там пару судов, на третий суд он не приехал. Вы знаете, что оказывается он сбежал из страны. И там и Коля Бондаренко, и некоторые другие мои коллеги, там журналисты и блогеры высказывались на эту тему. Но оказывается, что не уехал. Проверять надо факты, господа хорошие, тем более, если вы вещаете на огромную аудиторию. Конечно, сегодня день, с одной стороны, трагический, прощаемся действительно с человеком, который стал символом эпохи. А с другой стороны, с надеждой есть, что все будет в конце концов хорошо. И Россия стала верной и свободной, как мечтал Алексей. Вот я говорю, расстроило именно, наверное, какое-то вот такое скотское-свинское отношение со стороны отдельных наших с вами соотечественников. Писали всякие разные гадости. Слава богу, никто из чиновников себе этого не позволил, никто из ответственных лиц. Но вот нашлись, тем не менее, индивидуумы. Я думаю, продолжатся находиться вот такие индивидуумы. Хотя, по большому счету, это некрасиво. Не вы ли, господа, дорогие мои хорошие, пропагандируйте традиционные ценности, ратуете за них? Не президент ли наш Владимир Владимирович Путин в последнее время все чаще произносит это слово-сочетание? О каких традиционных ценностях можно говорить вот в такой ситуации? Умер человек. Причем умер, находясь в местах не столь отдаленных, в тюремном заключении, которое официально, напомню, носит название Федеральной службы исправления наказаний. То есть, там он должен был, по идее, сидеть и исправляться. Но вот так вот получилось, умер. И, в общем, и в целом, где-то, наверное, в другой стране, в какое-то, может быть, другое время, это была бы трагедия. Трагедия, в первую очередь, конечно, для представителей власти, потому что, ну, это недопустимо. Это политик, как бы его ни называли там блогером, его очень любили называть пропагандисты, тем не менее, это политик, который в свое время занял второе место на выборах мэра Москвы, который в свое время, в 2018 году собирался побороться за пост президента нашего государства. И неизвестно, как бы сложилась ситуация, если бы его до участия в тех выборах допустили, но не допустили, мотивируя это тем, что у него на тот момент была непогашенная судимость по делу Киров-Леса. Поэтому умер политик, и мы увидели, что пришло огромное количество людей проститься с ним, почтить его память. Нарвандит! 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 Вот, повторюсь, то, как ведут себя, вели себя некоторые пропагандисты, некоторые ура-патриоты, но это даже не то, что некрасиво, это не поступок. Вот если эти люди думают, что вот это какой-то поступок, а вы попробуйте оказаться в такой же ситуации, понятно, что огромное количество вот этих вот так называемых ура-патриотов, они же понимают, что им сойдет с рук все, что угодно. Они могут писать в соцсетях все, что хотят, они могут там делать все, что хотят, они могут устраивать там всякие разные голые вечеринки и так далее, ничего им за это не будет, ну максимум пожурят, потому что всегда может раздаться звонок откуда повыше, да, всегда там найдется какой-то сотрудник правоохранительных органов с большими звездами на плечах, которые заступятся. И в такой ситуации, конечно, быть очень смелым легко и просто. А попробуй-ка ты оказаться вот в такой ситуации, в которой оказались вот эти вот тысячи людей, пришедшие на похороны 1 мая в Марьино, в Москве. Там уже с утра пошла информация о том, что все отцеплено по лесу, даже не с утра, а с вечера в РУ, с вечера 29 февраля там начали выстраивать вот эти вот металлические ограждения, с утра пошла информация, что начали подъезжать сотрудники правоохранительных органов, разного рода были вбросы, что будут задержания, будут аресты. И оно могло случиться, потому что на таких мероприятиях никто никогда не исключает наличие провокаторов, просто каких-то проплаченных, непорядочных людей, которые могли бы прибежать к каменьке. Вот слава богу, что вот обошлось без этого, слава богу, что вот обошлось вот все вот так. И тем не менее, просто хочется, я говорю, выразить свое негодование вот этими так называемыми ура-патриотами, потому что это никакой не патриотизм, это вот так вот чисто по-человечески черно-подлость. Потому что по любым вообще нормам и правилам, по любым законам, по библейским, по законам Корана, по законам любой другой священной книги, да даже по обычным гражданским законам, по которым мы все с вами дружно живем, даже по действующему российскому законодательству, это можно расценивать как кощунство, как минимум, как осквернение. Можно сколько угодно себя утешать, что вот Алексей Анатольевич был признан вроде как экстремистом, террористом и так далее, но еще раз повторюсь, умер человек. И огромное количество, наш гражданин России, огромное количество других граждан России пришло почтить его память. Это тысячи людей, это не какие-то бандиты-террористы, это наши с вами соседи. Это люди, да, с детьми которых играют во дворе наши дети. Это люди, с которыми мы встречаемся на родительских собраниях. Кто тебе давал право называть их там какими-то либерахами. Очень хочется думать, что таких людей, меньшинство, очень хочется думать, что все-таки в большинстве своем, вот те, кто писали эти гадости где-то там в комментариях, в соцсетях, в телеграм-каналах, это все-таки так называемые боты, тролли, работающие на специальных фабриках. Ну вот не хочется думать, что таких людей очень много. Ну вообще, на самом деле, вы знаете, нам бы, наверное, задуматься о другом. Когда-то, может быть, года 3-4, может быть, 5 назад, мне на глаза попалось высказывание одного умного человека, сейчас не вспомню кого. Ну, кого-то из тех, кто сегодня признанный на агентом. И вот этот человек, в принципе, сказал очень грамотную фразу, которая меня даже заставила задуматься. Он говорит, странный у нас народ. Откуда в нас вот это раболепие? Откуда в нас вот это вот какая-то безграничная любовь к представителям власти? Мы прям готовы к этим царям, президентам, мэрам, губернаторам и так далее падать в ноги обожание вот это вот какое-то раболепное, рабское. Не надо любить начальников. Любить надо женщин, жену свою любить. Любить надо детей своих. Любить надо мать свою, сестру, брата, отца, бабушку, дедушку. Любить надо родных и близких. К сожалению, мы вот это вот все растеряли. Мы не знаем, как зовут наших соседей. Да, мы выходим на лестничную клетку. Я вот просто всю жизнь себя помню. У нас родители отпускали погулять вот так вот запросто. И там можно было соседку какую-нибудь, тетю Лену попросить. Тетя Лена, за моими присмотрите. Она обязательно посмотрит, а мама там пойдет куда-нибудь в парикмахерскую, или в магазин, или на работу, или куда-то еще. И никто ничего не боялся. Сегодня мы даже не знаем, кто живет по соседству. При этом мы говорим о каких-то традиционных ценностях. Мы стали ненавидеть друг друга. Нам вроде как говорят по телевизору, мы должны сплотиться друг с другом перед лицом какого-то общего врага. Так враги-то друг к другу. Мы с вами, получается. Откройте любые соцсети, посчитайте, почитайте, что там пишут россияне в отношении россиян. Россиянин россиянину сегодня враг. Навали! 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 Да, конечно, мне кто-то может сейчас предъявить, сказать, слушай, ну давай будем честными и объективными из тех зрителей, которые смотрят меня давно. Но ты ведь и сам критиковал Алексея Анатольевича, бывало, периодически в своих программах и нередко это делал, да. Действительно критиковал, но я не вижу в этом ничего страшного. Еще раз, недаром я выше сказал, любить надо женщин, любить надо матерей, любить надо детей, политиков. Любить не надо. Вы же не приходите на работу, и вам же никто не говорит, ты обязан любить своего директора. Почему я его обязан любить? У нас с ним договор о сотрудничестве с моим директором. Я прихожу, я выполняю какие-то обязанности в рамках вот этого договора. Мой директор принимает или не принимает мою работу, корректирует ее и подписывает какие-то документы о выплате мне заработной платы. Любви между нами быть не должно. С чиновниками и политиками, с представителями власти все то же самое. Более того, я всегда говорил и говорю, я считаю, что политиков критиковать не просто можно, это делать необходимо. Дабы не случилось того, что мы нередко наблюдаем сегодня, когда вот это отсутствие критики, когда отсутствие свободы слова, когда отсутствие независимых СМИ делает из некоторых чиновников даже высоко поставленных законченных упырей, которые начинают наглее. А потом мне те же ура-патриоты, например, жалуются, любимая, да, вспомните, о чем они обычно говорят. Ну, просто Путин же ничего не знает, если говорить о Путине, да. Ему не докладывают его окружение. Подождите, а как он должен узнать? Если вы сами говорите, что критика это плохо, вот для этих целей и нужно критическое мышление, для этих целей и нужны критические высказывания, для того, чтобы тот же Путин, тот же губернатор, министр, депутат Государственной Думы, кто там рангом повыше, они знали, что они где-то что-то там не доработали. И Навальный человек, который пошел в свое время в политику и, в общем, взял достаточно высокую планку, то ничего страшного в том, что я его критиковал, я не вижу. Я его не оскорблял, не обижал. Я действительно, ну, если хотите, подсказывал. Но вот теперь, к сожалению, все. Ушла эта эпоха, Навального с нами больше нет. Другого Навального на сегодняшний день у нас все равно нет. Но вот похороны, вот эти вот вчерашние, 1 марта, показали, что сколько народу к этому человеку, в общем, были неравнодушны. Не обязательно кто-то его любил или был его сторонником, были просто неравнодушные люди. Да, в конце концов, и мне что-то из того, что он делал, нравилось, что-то не нравилось. За это я его критиковал. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо за сына. Спасибо. Как-то так. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся. Пока. Пока.